Всем привет! Меня зовут Ирина и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня предлагаю вам приготовить замечательный торт под названием Белочка. Готовится он по принципу муравейника, но имеет свои особенности. Торт получается очень вкусный, насыщенный по вкусу. Оставайтесь со мной, кому интересно. Вместе всё приготовим. Для приготовления теста понадобится одно яйцо среднего размера, сахар в количестве 80 грамм. С помощью венчика всё хорошо перемешиваю, чтобы сахар полностью разошёлся. Добавляю 100 грамм сливочного масла, либо маргарина. Кому что привычнее масло или маргарин, желательно брать комнатной температуры. С помощью вилки разминаю всё. И добавляю 200 грамм сметаны. Сметана жирности у меня 15%. Я думаю, в сильно большой роли здесь жирность не играет. Добавляю соду пол чайной ложки. И порционно, постепенно добавляю просеянную муку. Муки я на весах отвесила 550 грамм. И она у меня ушла полностью. В тесто больше никакие продукты не добавляются. Осталось его хорошо вымесить и замесить. Тесто получается довольно крутое. Перейду на поверхность и хорошо вымешу тесто. Тесто после консистенции получается довольно плотное. Чем-то напоминает тесто как на пельмени, либо на вареники. Добавлю небольшое количество муки, граммов 50, так как тесто у меня прилипает к поверхности. И чувствую, что муки немного надо добавить ещё. По консистенции тесто получается довольно плотное. Нужно вымесить его до такой степени, чтобы его можно было натереть на крупной тёрке. Если тесто будет мягкое, оно не будет хорошо натираться, будет просто по нему скользить. Делю его на три равные части. Так удобнее мне будет его натирать. Части делаю практически одинаковые. И теперь на крупной тёрке натираю каждую из них. Лист от духовки у меня стандартный, обычного размера. Я его застелила пергаментом. Так удобнее распределять тесто. И по пергаменту уже распределяю тесто. Натираю либо в одной определённой части, а потом с помощью вилки распределяю по листу. Либо оттру по поверхности. Главное, чтобы более-менее равномерно распределить тесто по всей поверхности листа. С помощью вилки подровняю. Хорошо, аккуратно. И в таком виде отправлю его в хорошо разогретую духовку. При 180 градусах выпекаться примерно на 25-30 минут до золотистого цвета. И за то время, пока выпекается тесто, я подготовлю крем либо начинку. Для этого мне понадобится сливочное масло в количестве 200 грамм и одна банка варёной сгущёнки. Сгущёнку я варила сама в течение двух часов на среднем огне и дала ей полностью остыть в посуде, не вынимая из горячей воды. С помощью миксера всё перемешиваю до однородного состояния. Масло желательно брать комнатной температуры, чтобы масса проще и легче объединилась между собой. Добавляю 300 грамм очищенных грецких орехов. Орехи необходимо порубить ножом до мелкого состояния. Именно порубить. Не прокатать и не перемолоть, а именно порубить ножом. Ну и вот такой вот аппетитный получается крем. За это время корж испёкся, стал румяным и красивым. Теперь его необходимо весь поломать на мелкие части, либо перетереть руками. Достаточно до мелкой крошки. Я перетираю вот так вот руками. Постепенно добавляю сразу же в крем. Всё до однородной массы. Ломается он очень хорошо, так как тесто здесь песочное по консистенции. Получается такая вот мелкая сыпучая крошка. Сыпучей крошки получается немаленькое количество. И теперь это всё необходимо хорошо перемешать с помощью ложки, либо лопатки какой-нибудь, до однородного состояния, чтобы крем практически весь объединился с тестом. Посмотрите, вот до такого состояния. Перекладываю теперь это всё в форму. Форма у меня диаметром 20 см. И в форме необходимо хорошо утрамбовать, либо утоптать, чтобы равномерно распределился весь слой по форме. Форма подойдёт абсолютно любая. Можно взять её как прямоугольную, так и квадратную. Главное, чтобы диаметр был не сильно большой. Вот ориентируйтесь на диаметр примерно 20 см, если это круглая, квадратная, возможно, 18 на 18. У меня практически под верх формы зашло всё тесто. Вот отверху остался ровно сантиметр. Оставляю его в холодильнике, чтобы он хорошо настоялся, постоял. И уже после холодильника немного его украшу. Торт достаточно хорошо затвердел за счёт крема и принял такую стабильную, плотную форму. Можно подавать уже и в таком виде. Он очень аппетитный, интересный и вкусный на вкус. Чем-то напоминает мелкий чак-чак. Но всё-таки сверху я решила украсть его немного шоколадом. Сделаю такую мелкую сеточку, либо просто решётку с помощью кондитерского мешка и очень тонкого отверстия для шоколада. Разрежу уже на кусочки и покажу, какой он получается внутри. Поверхность торта можно также хорошо присыпать грецкими орехами. И тогда название будет полностью соответствовать этому торту. Посмотрите, какой он получился. Симпатичный и очень вкусный внутри. Тесто достаточно жёсткое, поэтому первый кусочек наверное даже вот так вот ломается из-за того, что он простоял в холодильнике у меня и очень хорошо застыл. После холодильника его стоит всё-таки наверное подержать в тепле в течение получаса, чтобы он стал чуть-чуть мягче. Не совсем ровный и красивый получился разрез, так как где-то остались возможно пустоты. Возможно, я не очень плотно его утрамбовала либо прижала. По своей форме и тесту отдалённо можно сказать, что он чем-то похож на муравейник, но по вкусу, поверьте, нет. Это совершенно другой торт, совсем не похожий ничем на муравейник. Песочное тесто с достаточно большим количеством орехов скорее напоминает чем-то орешки. Я бы вот сказала так. Вот мне напомнил он орешки. Если вы любите орешки и вкус песочной выпечки, песочного теста, то обязательно попробуйте приготовить либо как минимум приглядеться к этому рецепту. Уверяю вас, он вам понравится. Готовится такой торт очень быстро и просто и не требует особых навыков или опыта. Поэтому такой торт получится, я думаю, у всех. Любители песочного теста и песочной выпечки оценят его точно. Из данного количества продуктов можно сделать не просто торт, а порционные пирожины. Тоже будет как неплохой вариант. Так что можно использовать его по-разному. Ну а я буду с вами прощаться с большим удовольствием. Доем свой вкусный аппетитный кусочек и говорю спасибо всем, кто был со мной. Пишите комментарии, мне будет интересно их почитать. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Желаю всем приятного аппетита, всего хорошего и до новых встреч. И готовьте всегда с удовольствием. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите, почитаю и обязательно на них отвечу. Всем пока-пока!